Здравствуйте, уважаемые друзья! По просьбе моего друга Алексея Гришаева, да к тому же у него день рождения, я изготовлю нимфу, которая, как ни парадоксально, это эмиджер, но рыба на нее реагирует даже сейчас зимой. Поэтому я изготавливал, показывал просто фотографию, а сейчас уже по просьбе я изготовлю фильм. Как вы видите, крючок я подготовил, это граб-шримп. Я обычно за последнее время использую крючки вот такой фирмы. Это крючок здесь номер 12, с расчетом того, что у нас он огружен, и нам необходимо с вами на большую глубину его доставить. Поэтому полезная площадь будет занята. Все стандартное. Глазки, нитка, как можно крепче, но тоньше. Я пока работаю черной, а потом уже будем тело подготавливать более светлой ниткой. Что нам вначале понадобится? Как имитация эмиджера, нам необходимо вот те части, которые у его уже хитинового слоя отпадают. Сзади доставить такой вот хвостик немножко необычный. Поставим крючок в удобное положение. И я обычно беру, у меня остаются вот остатки таких перьев, выбираю кусочек, ну приблизительно там, где вот пуховая часть более-менее ровная, немного, буквально такую небольшую щепотку, вот приблизительно вот такую. Сколько? Ну, не могу вам сказать. В принципе-то, вы уже сами потом для себя определитесь, когда будете вязать. Но немного. Обычно, если я в чем-то сомневаюсь, я подхватил и потом слегка увлажнив пальцы, посмотрю, как это будет смотреться. Ну, в данный момент вполне достаточно с расчетом того, что мы еще с вами пройдем по загибу. И здесь же я добавлю буквально немножечко другого оттенка пера, так как мы вторую часть вот той грудки, которая у нас будет формироваться, мы будем делать из вот такого пера, который я не выбрасываю, это тоже пуховые части наших перьев. Также я беру вот щепотку, также увлажняю, смотрю, чтобы у меня была достаточная длина вместе с моим зелененьким. И теперь уже окончательно закрепим весь материал. Вот, я думаю, столько с таким оттеночком нам будет вполне достаточно. Остальное удаляем. Теперь нам необходимо сделать с вами сам чехлик, который все равно присутствует на нашем эмиджере. Можно использовать коричневый, светло-коричневый. Ну, я обычно, у меня имеется вот такой латекс, который достаточно себя хорошо зарекомендовал. Я его использую в разные варианты, вот такой. Он хорошо красится и в то же время не доставляет неудобств. Буквально вот так немножечко подрезали на косую, чтобы можно было закрепить наш ластик. Прихватываем за уголочек. Только коснулся он и уже начинаем формировать, ровно укладывать и формировать начало нашего будущего чехлика. Следим за тем, чтобы не залезли на хвостик сильно. Годится. Оставляем. Нам необходимо будет его немножечко приукрасить. Поэтому я беру вот такой новогодний люрекс. Был когда-то. Он достаточно жесткий. Поэтому я не переживаю за то, что рыба его у нас погрызет. Опять доводим до самой-самой-самой резинки. И будем сегментировать проволокой. Значит, я обычно, как вам уже неоднократно показывал, существуют всевозможные наборы для рукоделия. И я использую для бисероплетения вот такую проволоку. Сделал небольшой вот такой крючочек, чтобы у меня попал почти до самого загиба. Не доходим до загиба, так как нам необходимо, чтобы не было ступенек, когда будем с вами формировать сами ребрышки на чехлике. Что дальше нам нужно? Нам необходимо, чтобы была более-менее хорошая белая нить ровница. Я обычно всегда использую вот несколько толще нить для уже выравнивания всего тела. Так как даббинг, которым мы будем с вами, друзья, использовать, он будет у нас намокать и просвечиваться. Некрасиво будет потом смотреться наша мушка. Удаляем нашу нить черную, которую мы вывязали. Ну и теперь аккуратненько выровняем почти до самых глазок наше тело. Вот мы с вами подготовили тело. Я закрепил более тонкую нить. И у меня вот имеется, если вот с камера сможет передать, это я вычесываю вот такой подшерсток у кота. Да. Значит, в данный момент и в такой величине нам этот подшерсток позволяет изготовить тело. Поэтому, как я и обещал, я рассказываю, что все-все-все из подручных материалов. Я беру буквально вот небольшими такими щепоточками. Наношу на нить, пока не прокручиваю. Промазываю. Вот у меня есть вощина. Можно промазывать так же, как я уже неоднократно говорил. И вот есть церковная свечка. Но она несколько хуже. Здесь уже какие-то добавки, которые не так липнет. Даббинг. Вот. Клей можно использовать. Как я неоднократно вам тоже показывал. То есть, все, что у вас будет под руками, используйте для вязания. Лыжную мазь также можно использовать. Пожалуйста. Я первое время тоже использовал и клей, и лыжную мазь. Достаточно хорошо. И мелкими вот такими не сильно, чтобы было нагромождение. Так как у нас тело и так уже вышло пышно из-за огрузки. Нанесем буквально, ну не более 12 сантиметров, чтобы можно было спокойненько нам с вами весь этот даббинг аккуратненько нанести на тело. И все. Я просто беру, потом вот так вот прокручиваю нашу нить. И у меня даббинг собирается в даббинговую красивую нить. Подвожу теперь до нашей резиночки. И начинаем формировать тело. Не забываем о том, что нам необходимо также еще и подкручивать нашу нить, если она у нас будет раскручиваться. И так мы с вами должны дойти большую половину нашего тела. Вот мы изготовили такое вот тело. Теперь я ставлю, поворачиваю в удобное для себя положение. Поджимаю немного тиски. И в произвольной форме выполняю блестящим люрексом сегментацию. Сколько витков, ну определитесь вы сами. Я в принципе-то никогда не считаю. Вот сколько понравилось так на глаз, столько и получается. Главное, чтобы без фанатизма была натяжка. Иначе люрекс или тянется, или рвется. Поэтому будет очень тяжело потом восстановить. Нить мы поменяли на черную, которую уже дальше будем продолжать изготавливать. Буквально пару, вот как я перекидываю катушкой. Раз достаточно. И теперь уже окончательно закрепим наш люрекс, чтобы никуда не убежал. Можно капнуть капельку лака, клея. Но этого будет вполне достаточно. Теперь аккуратно я беру, слегка увлажняю пальцы, чтобы у меня не подтянулся лишний мех. И в то же время не скользила моя резина. И сверху вот так вот мы с вами укладываем. Следим за тем, чтобы приблизительно равномерно эта резинка с легкой вот такой натяжечкой находилась. И я обычно делаю, вот смотрите, раз, подхватил, руку убрал и пару-тройку оборотов вот на этом месте выполняя ниткой. Оставляем очень-очень аккуратно. Следим за тем, чтобы мы нашу резинку никуда не утянули. Начинаем уже проволокой нашей выполнять обмотку. Скажу честно, можно и леской, можно и, если есть другого оттенка, цвета, трансформаторной, какой угодно. То есть здесь уже не принципиально просто. Если есть вот такой симпатичный оттенок, тем более я люблю сочетание коричневого и золотого, мы с вами еще подкрасим. Вот у меня вариант, как проволока короткая. Я ее подхватываю, чтобы она не убежала передержателем. Убираем нашу нить теперь и поднимаем всю нашу конструкцию вверх. Лишние остатки проволоки я стараюсь намотать до конца. И теперь уже окончательно здесь я подхвачу остатки. Мы с вами буквально капнули немножечко клея, подмотали нашу проволоку, чтобы она здесь комфортно себя чувствовала. И теперь нам понадобятся следующие элементы. Как я уже говорил, вот эти вот боковые зачатки слизи, которые у нашего эмоджера, мы берем небольшую щепотку. В принципе-то если по перу, вы должны смотреть не столько по перу самому, сколько по емкости. Вот вроде бы, да, хороший жирный. Но я обычно беру потом, после этого, вот так слегка увлажняю и стараюсь общепнуть вот те ненужные мне по длине бородки. Какая длина? До начала загиба. Чтобы не приматывать лишнее на грудку, я сразу подровнял и удаляю. Вдоль цевья. Буквально пару виточков подхватили. Перо у нас послушное, никуда не убегает. Вот как вы видите, у нас оно уже на месте. Также берем вторую половиночку. Естественно, стараемся, чтобы пучочки были равными, чтобы не было перекоса. И опять же, также я увлажняю. Лишнее вот парочка, которая мне мешает, я общепнул, чтобы достаточная пышность была. И проверяем теперь длину. Промерили. Лишнее удаляем. И также с другой стороны прикладываем слегка под углом и до начала загиба. Подхватили, глянули, чтобы была равная длина. Все меня устраивает. И теперь я уже окончательно прихватываю нашу под цевью, где грудка, пуховую часть. Удерживаю вдоль цевья, возвращаю нашу нить, там, где мы будем уже формировать грудку. Пусть себе топоршатся, это не страшно у нашей волосики. Грудку делайте. Хотите черную, хотите коричневую. Хотите, ну, в принципе-то это уже не столь принципиально. Работает и вот и розовый, и красный. Любой оттенок, какой вы заблагорассудитесь. Грудка должна быть несколько пышнее нашего тела, поэтому мы здесь, также не нарушая пропорцию, берем то количество, чтобы не было скомканности материала. Наносим на нить, слегка вот прикручиваем пальчиками. Вышла вот такая даббиновая нить. И удерживаем наши материалы, чтобы никуда не убежали. Начинаем от места крепления нашего ластика. Не забываем подкручивать наш даббинг. Добавим так, чтобы хватило до глазок. Вот мы изготовили такую грудку, как вы видите. И я обычно взял, слегка увлажнил пальцы. Вот весь мех, чтобы мне не мешал формировать головку, увожу вот так вот в сторону и по сторонам. Назад и по сторонам. Как бы разделяя его сверху. И теперь уже мне более аккуратней работать и изготовить нашу грудку. Подводим к глазкам, делаем небольшую натяжку. Следим за тем, чтобы нить наша не утянула. Я обычно вот под весом катушки перекидываю пару раз. Все. И второй раз я уже подтягиваю. После этого я перехватываю вот в таком положении. И перевожу нить уже спереди. Здесь уже можно подтянуть. Не стесняться. Делаем два, три, вот сколько вы захотите оборотов. Подхватили. Уже возвращаться мы здесь ниткой не будем. Поэтому носик подхватим. И переводим нить уже за глазки. Как и нашу резинку. Делаем два, три, четыре оборота, чтобы было достаточно. И аккуратно удаляем нашу резинку. Все. Пока нам последующие элементы, чтобы не мешали, у нас вышла вот такая с вами симпатичная конструкция. Что я делаю? Значит, мы должны с вами коричневым маркером подкрасить вот наш чихлик, который находится на грудке. Выполнили, друзья. Ластик этот хорошо красится. Вымывается не сразу, но вымывается. Берем теперь черный маркер, так как головка у нас черная. И не стесняясь, промазываем уже и глазки, и там, где наша была нить. Вот так. Все. Как говорится, есть задатки усов. Поэтому я использую, вот у меня есть вот такой фазан. Можно использовать охотничий, можно использовать любое перо, какое вы предпочтете для обозначения задатков усов у нашего имиджера. Длину желательно выбрать так, чтобы она доходила до края нашего вот того хвостика, который мы с вами изготовили. Приложили вот сверху и стараемся так, чтобы наша рука уже никуда не уходила. Я буквально перекидываю, видите, она вот свободная, даже я не подтягиваю нить. И только потом я уже вот в верхнем положении начинаю подтягивать. Тогда у нас усы никуда не убегают, находятся в своем месте. И достаточно удобно их парой-тройкой оборотов вперед, переламывая буквально спереди. И теперь не как ножницами, а как ножом держу в натяжку перо и вот так отрезаю. Не выбрасываю, потому что вот эти крючочки, которые остаются, они у нас достаточно хорошо используются при изготовлении других нил. Теперь остается только лишь сделать завершающий узел. И наш эмиджер вот такой, как летом он эмиджер. Но зимой, понятное дело, он не может быть эмиджером. Но рыба достаточно хорошо на него реагирует, готов. Давайте приведем в порядок. Вот, друзья мои, я, как вы видите, слегка подкрасил обыкновенным коричневым спиртовым маркером, вот таким, спинку. И слегка увлажнил пальцы, вот придал ту форму, которую вот наша личинка будет иметь в воде. И слегка нанес лак на головку, ну, понятное дело, еще неоднократно нужно, чтобы она подсохла. И вот такая наша нимфочка, очень уловистая, крулый год, как я уже понял, по отзывам моих друзей. Готова к работе. Благодарю вас за внимание, друзья мои. До скорых встреч. До новых встреч.